В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении. Инга Пеннер, здравствуйте. Дело ясное, что дело темное. После отпускной паузы этот телевизионный сезон хочу начать с очередного квартирного скандала, что в одночасье превратил четыре семьи и счастливых обладателей квадратных метров в без пяти минут бомжей с туманными перспективами вернуть утраченное. Среди тех, кто вскоре может оказаться на улице, мать-одиночка с несовершеннолетним ребенком, заслуженный работник образования, инженер, которому до пенсии всего год остался. Речь идет о двойной продаже квартиры на кону четыре двушки в историческом центре города. Этот квартал счастливым не назовешь. Вот зависший долгострой с десятками обманутых дольщиков, гендиректором фирмы-застройщика, умершим в тюрьме и уголовным делом. В высотке напротив Самарской 165 казалось судьба совсем иная. Дом практически достроен, еще не введен в эксплуатацию, но люди, как это часто бывает, заселяются, делают ремонт. Вот и супруги Добровы, купившие здесь двушку пару лет назад, тоже сразу начали обживаться. Свою прежнюю квартиру продали, залезли в долги, ремонт делали сами, экономили. И совсем не ожидали, что стараются для чужого дяди. Тут столько труда было вложено, естественно, что вот все штукатурили, делали беловую отделку. Когда мы узнали, что вот такой процесс идет, конечно, мы прекратили. Нам приходится жить сейчас вот в таких условиях. В какое настроение руки опускаются? Сейчас, естественно, вот мы думаем, это наше будет или не наше. Потому что у соседки сделан полный ремонт, и она тем более просто в шоке. Потому что ни квартиры, ни денег, ничего нет. У соседки по этажу Джимили, одной воспитывающей дочь-подростка, ситуация совсем патова. У нее к тому же кредит. Вместе с процентами банку она должна 3 миллиона 200 тысяч. Причем при плохом раскладе отдавать долги до пенсии она будет за воздух. Мы спим на диване на кухне. А как вот сейчас покупать? Ты же не знаешь, как что будет. Не знаешь, какая дальнейшая судьба будет вся твоя. И куда все это, и как. Обманутые, но не дольщики. Просто обманутые. Кем обманутые, сами не знаем. Нас просто сделали тут вот пешками в этой игре. У соседей, а теперь еще и товарищей по несчастью, истории схожие. Даже судебный иск на две квартиры один. Купили жилье они у застройщика фирмы ЭДС в 2012 году. Доброва скрупулезно проверяли все документы сами. У Ефарова это делал банк, давший потечный кредит. Но все это не спасло от беды. Ничего не вызывало сомнений. Квартира была чистая. Я считаю, наше право было такое. Пришел, застройщик проверил, купил, заплатил, зарегистрировал. А теперь мы, оказывается, еще и следователи, и судьи, и ораторы, и ходоки во все места. Не знаю, насколько нам здоровья хватит этим заниматься реально. Самое главное правду – нигде нельзя найти. Кому не обращаешься, все говорят. Все вы так списываются. Что же вы так невнимательно покупали? Да, как же вы так? Как же вы так? Я говорю, а что надо было сделать на ваш счет? На ваш взгляд, что мы должны были проверить? Сбербанк проверял все документы. Разрешение на застройку. Я два или три раза пакет документов собирала от застройщиков. А в итоге, получается, меня поселяют. Катастрофа случилась тогда, когда герои этого скандала обратились в суд о признании права собственности. Рядовая процедура, когда дом еще не сдан в эксплуатацию. Как пишут в романах, ничто не предвещало. Но случилось. В день подачи в суд документов появился еще один иск. О выселении добровых из квартиры. Оказалось, на эти квадратные метры претендуют другие люди, купившие квартиру еще в 2007 году. Но не у застройщика ЭДС, а у подрядчика Спектр Плюс. Об этой весьма любопытной конторе я расскажу позже. Первый суд супруги Добровы проиграли. Причем об этом узнали последними. На первый процесс их даже не пригласили, что стало основанием для отмены решения. У людей забрежила надежда. А вскоре и вовсе показалось, что все самое страшное позади. Ленинский районный суд, объединивший дела Добровых и Ефаровой, встал на их сторону. Но радовались соседи недолго. Апелляцию в конце июня они проиграли. Целый месяц мы жили спокойно. А потом, конечно, просто наступил шок. Мы оттуда вышли. Лицо серое было. Реально просто. Потому что я понимал, что... А дальше-то куда теперь идти? Мы вышли оттуда уже без квартиры. А зашли еще с квартирой. Так вот вышло весело. Ну, в общем-то... Ну, мы сейчас боремся. Там столько было жалоб, на самом деле, что мы уже вот просто... У меня уже голова от них пухнет. Спится. Не отдыхается. Просыпается тяжело. Спится еще. Ладно. А вот вставать... Вставать такое ощущение, что, конечно, это морально настолько тяжело. Голова постоянно крутится. Вот эта вот ерунда. Вот как же так могло произойти? Почему такая несправедливость? Почему нас никто не защитит? И вообще, такое вообще может быть? Я раньше себе представить такого не мог. А выясняется, что да, это... Вот как в сказке просто. Вот как в дурном кино. Жди завтра судебных приставов. Они придут у тебя и выселят тебя. Куда вообще все это девать? Вот какие мысли такие чисто житейские, но они сносят мозг. Мы никогда столько таблеток не пили, как сейчас. И по врачам не бегали. Как же так получилось, что одни и те же квартиры были проданы дважды. Причем реализовывали их и застройщик ЭДС, и генподрядчик Спектр+. По-хорошему, ответить на эти вопросы должны правоохранительные органы. Есть даже уголовные дела. Одно заведенное по статье мошенничество, другое по факту фальсификации документов. Но судьба этих расследований весьма туманна. Дела неоднократно приостанавливались и вновь открывались. И пока представители следственного комитета не готовы к комментариям. Юрист же Денис Юсов, изучивший все тонкости этой запутанной истории, уверяет, на самом деле она очень проста. Те люди, что купили квартиру у подрядчика Спектр+, и теперь добиваются выселения Добровых и Ефаровой, приобрели, по сути, не квадратные метры, а воздух. Потому как, по мнению юриста, продавца на тот момент не существовало. Сама по себе компания, по данным из Единого реестра юридических лиц, была ликвидирована в апреле 2007 года. Дата 5 октября 2007 года. То есть на момент совершения сделки, если я все правильно понимаю, у компании не было. Вопрос, у кого купили, кому отдали деньги. Ну, дядя на улице, это равносильно тому же. Вы как нормальный покупатель отдаёте достаточно приличные деньги, вы отдаёте компании, и вы резонно спросите, а будь все добры, кассовый чек? Ну, казалось бы, да? А они не могут кассовый чек дать. Объясню почему. Потому что если бы ликвидированная компания ещё и кассовые чеки выдавала, несуществующие лица, ну, это же совсем криминал. Они нашли лицо, которое выступило агентом, кто взял деньги и выдал кассовые чеки. Наши оппоненты упирают на то, что всё-таки в доп. соглашении фигурирует фраза о том, что реквизиты и сторону читать в одной редакции. Ну, для юристов и так всё понятно, что подобное переименование не является переменной лиц. Всё очевидно, да? И суды предыдущие, исследуются документы, или аналогичные этим. Однозначно сказали, что, вы знаете, мы с несуществующими лицами сделки не признаём действительную. В нашем случае появляется цессия, которой вот не было всё это время. Оказывается, её забывали всё это время. Этот договор цессии, то есть переуступки прав от одной компании «Спектр плюс», другой «Спектр плюс» через Дефис, у этих контор не только название печати схожее, но и директор был один весьма любопытный документ. Он-то и оказался решающим в вопросе, чья квартира. Но судьбонозная бумага в суд была представлена в виде ксерокопии, а в её подлинности у специалистов большие сомнения. Ну, вот его настоящая подпись, да? Ну, соответственно, можно невооружённым глазом видеть всё о том, что это разные люди. Ну, плюс к тому, что есть заключение экспертов. В уголовном деле зафиксировано подозрение о том, что есть основания говорить о том, что, видимо, это подпись поддельная, да? Но поскольку необходимо установить настоящие подпись, это надо найти, да? То это определённые следственные действия. Поэтому пока это носит характер предположения, но подкреплённые к экспертным заключениям. Ответить на многие вопросы могли бы те люди, что отдавали деньги «Спектр плюс». Это некто Шляховы, Кузнецов и Семёнова. Но, веряя Добровы, их оппоненты и в доме ни разу не появлялись, и в суд не приходили. С журналистами общаться тоже не захотели, о чём не сообщили через своего адвоката. Мне было сказано, что нет, комментировать определение судебной коллегии не будем. Ну, может быть, не стоит, конечно, комментировать определение судебной коллегии, но вашу же позицию вы же можете изложить? Нет, мне сказано, что нет. А почему так? Мы согласны с определением судебной коллегии. Всё изложено было в наших жалобах. Ну, может быть, всё-таки мы с вами встретимся, вы нам расскажете про все эти моменты, которые, в общем, в корне могут поменять ситуацию. Сами понимаете, я не могу идти против воли клиентов. Никаких комментариев давать не будем. Оппонентов, мои герои, понять можно. Победа пока на их стороне. Зачем лишний раз светиться? Тем более, чем больше слов, тем больше следов. Ну, а я со своей стороны задалась вопросом, а вот что делать, чтобы не вляпаться в похожую историю? Ну, юристы, не те, кто знает все подробности этого скандала, не те, кто наблюдают за ним со стороны, единого рецепта, к сожалению, не дали. Нужно смотреть разрешительную документацию застройщика обязательно. Все договоры, все разрешения, все постановления, каким образом выделяется земельный участок. И можно обратиться в рекпалату, взять так называемую выписку на объект, она называется, и там будет указан, есть ли собственник на данный объект. Есть еще такой момент, как частая смена собственника. В этих подобных выписках, которые рекпалата дает, там можно проследить историю покупки-продажи квартиры. То есть, если видно, что даже на этапе строительства часто менялся собственник, то можно задуматься. Нужно использовать все имеющиеся возможности для получения полной информации. Полной информации, которая порой, наверное, даже выходит за пределы разумного. То есть, нужно выяснить все, на каком основании происходит строительство. Нужно понять, на каком основании происходит финансирование этого объекта строительства, самих строительных работ. Кто из компаний представляет, какие интересы. Максимальное внимание, максимальное участие такое, в качестве наблюдателя на строительных объектах необходимо. Иных гарантий никто не даст. Всегда любой гражданин может по меньшей мере воспринять престиж компании. И престиж компании, которая строит, он формируется вовсе не из потока рекламных объявлений. Это, к счастью, у нас есть строительные компании в Самаре, которые существуют десятилетиями, у которых нет проблем с создачей объектов. К сожалению, сарафанное радио у нас работает в обе стороны. Как позитивную, так и, как часто бывает, вот да ведь кто-то рекомендовал, кто-то говорил, что спектр – это надежные люди. Вот к чему это приводит. К сожалению, лотерея остается лотереей, так или иначе, хоть все-таки уже я чувствую, что формируется некое мнение, что играть с этим опасно, государство все-таки позитивную роль свою сыграло, это бесспорно. Но вот, знаете, на грех грабли стреляют. Здесь нет рецепта, поскольку вот в конкретно этом случае все-таки мы имеем дело с криминальной составляющей. Да так или иначе, я не хочу говорить о том, что она была умышленна, но факт. Все-таки совершились события, которые предвидеть, что они приведут к такому результату, было сложно. У нас гарантия государства, регистрация договоров долевого участия, как мы видим на этом примере, ничего не гарантирует. Поэтому уповать только на то, что вы знаете, с кем вы имеете дело. Ну а на что же уповать с моим героем, если суд первой инстанции встал на их сторону, а апелляция, основываясь на тех же самых доводах, пришла к противоположному мнению. В истории моей программы был похожий случай со счастливым концом. Там ветеран Великой Отечественной войны Михаил Савилов с супругой и ветеран Афгана Владимир Азархин тоже чуть не лишились квартир. Как обманутые дольщики, они получили жилплощадь. Это было снова Минстроя, но нашлись люди, которые пытались доказать, что купили ее раньше. Накануне решающего судебного заседания, семьи практически паковали чемоданы, им намекали, что дело проигрышное. И вот когда практически уже нечего было терять, они обратились на телевидение. Грамотная позиция Минстроя в итоге помогла суду разобраться во всех деталях этого непростого дела. Надеюсь, что в случае с супругами Добровыми, людьми уважаемыми и заслуженными, и Джамиле Ефаровой решение тоже будут принимать вдумчиво. Впереди касация и в случае проигрыша Верховный суд. Впрочем, о таком раскладе несчастливые новоселы даже и думать боятся. Джамиля говорит, она до сих пор даже своей дочери не сказала, что в их в любой момент могут выгнать на улицу. Помочь не поможет, только лишние переживания. Такого быть не может, потому что для меня это нереально. У меня, я уже говорила, ипотека это до пенсии. И получается, я останусь без жилья, без всего, а долги останутся на всю жизнь. То есть я вообще, не знаю, нет таких вариантов. Помогите как-то хоть. Ну что же творится-то беззаконие такое? Что же вообще-то, как нам жить? У нас нет другой недвижимости вообще реально. То есть, ну мы на улице, вот мы, жена инвалид, я, в общем-то, год до пенсии. Я просто физически не заработаю на квартиру. Допустим, у нас отнимают квартиру, а мы не попадаем в обманутые дольщики, потому что договор долевого участия у нас аннулируется. Его нет, нет договора, значит нет и не дольщик обманутый. То есть от государства никакой помощи в этом плане ждать нет. Да, нам советует этот областной суд, обращайтесь к застройщику, раз такое дело, и давайте с ним там судитесь, забирайте у него свои деньги. Он вам, да, а застройщика тоже физически уже нет. Он не сможет нам никакие деньги выплатить. То есть реально нам никто ничего, вот просто взяли и растворялись эти миллионы где-то. Дело не то, что сложное, оно сделано сложным. Знаете, еще раз повторюсь, оно с правовой точки зрения рядовое. Оно сложным стало, потому что кто-то зачем-то вдруг начал интерпретировать простые сюжеты в виде, знаете, таких шекспировских драм о том, что тут верю, там не верю, быть или не быть, вопросы философские или, как говорят, по понятиям. Вот это тревожно. Это очень тревожно, особенно в ситуации, когда мы сейчас смотрим на суд как исключительно последнюю надежду. Я бы на что обратил внимание? Есть лица, которые купили у дяди Вася на улице, да, несуществующие, да, а есть люди, которые легально все приобрели у застройщика. Кто должен нести ответственность, да? Наверное, те, кто продали на улице, да? Ну, это и по всем представлениям должно быть так. А в нашей ситуации все наоборот. Обязаны бороться, и я уверен, что право на их стороне. Мне представляется из тех решений, которые сейчас находятся в открытом доступе, да, на сайте, в том числе, Ленинского районного суда, совершенно очевидно, что суд первой инстанции поступил правильно. И вот эта позиция Самарского областного суда, апелляционной инстанции выглядит не слишком основанной на доказательствах. Невозможно разворачивать, на мой взгляд, решение, когда, ну, в них присутствуют явные признаки, что-то такого, знаете, ну, недоброкачественного, что ли, да, не совсем правового. Так что в любом случае точку в этой резонансной истории ставить пока рано. Буду следить за развитием событий. А пока на сегодня все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.